итак доктор анализ данных просто и доступно седьмое занятие часть 1 повторений давайте вспомним что у меня на прошлом занятии мы с вами рассмотрели разницу между двумя очень похожими дисциплинами но тем не менее разными такими как машины обучения и статистическое обучение machine learning and statistical области похожи они стараются решать не те же задачи давать ответы на одни и те же вопросы но тем не менее несколько концептуально отличаются в мире статистического обучения мы накладываем на наши данные различные предположения они должны быть из такого-то распределения не коррелированы иметь одинаковую ошибку та-та-та-та-та-та-та если все это множество предположений верно ну или почти верно то мы можем получить очень хороший вывод это статистическое обучение много предположений статистический аппарат позволяет делать нам неплохие выводы минус статистического обучения состоит следующим часто предположения будут неверны второй минус надо хорошо знать статистику плюс статистического обучения если вы ее статистику знаете предположения верны как правило получаются неплохие оценки, неплохие модели. Машинное обучение несколько отличается. Вместо большого количества предположений, которые были в статистическом обучении, у нас есть несколько очень слабых предположений. Мы делим наши данные на тест-трейн, строим модель на дата, которая предназначена для обучения, на данных, которые предназначены для обучения, проверяем качество модели на данных, которые предназначены для тестирования, и с большой вероятностью наша оценка будет хорошая. И на этом заканчивается. То есть статистику так, что знать здесь не надо. И предположений нужно проверять намного меньше. Минус машинного обучения состоит в том, что он может проиграть статистическому обучению, если предположения статистического обучения будут верны. Но тем не менее машинного обучения достаточно часто применяется инженерами, программистами. И, например, в Orange практически нет поддержки статистического обучения, есть только машины. Хорошо? Обе области нужны, обе области важны. Но если бы мы хотели с вами изучать статистическое обучение, статистику в Learning, нам пришлось бы очень много времени потратить на математику и на статистику. И КУЖ бы занял намного-намного больше времени. Так что мы с вами в этом мире ML. Следующая вещь, которую мы рассмотрели на прошлом занятии, это обучение без учителя. Тут вы видите схему, диаграмму, классификацию задач машинного обучения. Есть задачи, где у нас есть зависимые переменные внизу. Эти задачи называются обучением с учителем, Superwise Learning. И если наша зависимая переменная, как ту, которую мы хотим предсказывать, она числовая, то речь идет о задачах регрессии. А если она категориальная, то речь идет о задаче классификации. Это то, что мы с вами делали на первых пяти уроках курса. На прошлом занятии мы поговорили о тех случаях, когда у нас нет зависимой переменной, об обучении без учителя. И в данных задачах часто одна из самых популярных задач – это поиск кластеров. Что же такое кластеры? Давайте посмотрим. Сейчас, секундочку, это на следующем слайде. Итак, тут вы видите пример задачи обучения с учителем. У нас есть зависимая переменная, она задана цветом. И тут у нас есть те же самые данные, но у нас нет цвета, у нас нет зависимой переменной. Мы не знаем про эти точки никакой дополнительной информации. Мы не знаем, к какому виду они принадлежат. Тем не менее, несмотря на то, что нет здесь зависимой переменной, мы можем взять и разбить наши данные по похожести на какие-то объекты, на кластеры. Например, таким образом. Первый кластер и второй. Еще один пример, который я вам показал – монеты. Мы знаем номинал каждой из монет. Это является зависимой переменной. То речь идет о задачах обучения с учителем. Если мы предположим, что у нас есть фотографии этих монет, каждая монета в отдельности, но мы не знаем их номинал, то речь идет о задачах кластеризации, обучения без учителя. И мы можем разбить монеты по похожести. Например, один из алгоритмов может разбить монеты по цвету. Все желтые модели – один кластер, и все белые – второй. Возможно, другой разбил бы модели на четыре кластера по размеру и по цвету. И тогда у нас было бы четыре кластера. Это упражнение, которое вы делали, я вам показал вот эти черные точки и спросил, сколько вы тут видите кластеров. И мы получили разные ответы. Кто-то видел два кластера, кто-то видел три, кто-то четыре, кто-то шесть. Вывод из этой задачи – кластеризация не всегда однозначна. Одни и те же данные можно разбить на разное количество кластеров. Другой вывод из этой задачи – эта задача, она двухмерная, и поэтому она относительно простая. В реальной жизни наши данные многомерные. У нас может быть 10 столбцов, 100 столбцов, 1000 столбцов. Наши данные многомерные, и разбить их вручную на кластеры просто нереально. Может быть, какое-то тысячемерное существо может разбить тысячемерные данные на кластеры. Но мы создание трехмерной, четырехмерной, может быть, пятимерной, если верить там во время и так далее, но мы не сможем работать с многомерными данными и разбивать их на кластеры вручную. Нам нужна помощь компьютера. Когда алгоритм, когда программа разбивает данные на кластеры, она использует какую-то меру похожести. Похожие точки идут вместе. А что такое похожесть? Для того, чтобы задать похожесть, нам нужна математическая формула. Нам нужно математическое определение. Плохие новости. Похожесть можно задать большим количеством способов. Евкридова мера похожести. Манхэттена, Косинус-Корреляция и другие. Есть много мер похожести. В Оранжи вы выбираете ту меру, которая вам подходит. Возникает вопрос, какую меру выбрать. Универсального ответа нет, друзья. В зависимости от задачи можно пробовать разные меры похожести. Если вы не знаете, с какой меры начать, можно попробовать с любой. Или почитать литературу, что рекомендуют для той задачи, которую вы решаете. Почему важно обучение без учителя? Чем может нам помочь кластерик? Очень много примеров, друзья. Но я вернусь к самому насущному примеру сегодня. Больные попадают в приемное отделение. Удобно разбить их на кластеры. На кластеры, например, по срочности необходимости обслуживания медицинского. Кластер больных, которые требуют срочного лечения. Которые промедление смерти подобны. Кластер больных, которые могут ждать до двух часов. Кластер больных, которые могут ждать до восьми часов. Очень важно. Применение кластеринга для рекламы. Разбить всех клиентов на кластеры и показывать им разную рекламу. Кластер детей, кластер женатых людей, кластер пенсионеров, кластер филитилистов. Не знаю, много-много кластеров. Разным кластерам подойдет разная реклама. Кроме этого, мы видели с вами, что кластеры могут помочь нам обнаружить в наших данных нетипичные значения. Выбросы. Если здесь какое-то наблюдение, которое от центра своего кластера. Или от своего кластера. Возможно, это выброс. Возможно, эта точка требует отдельного внимания. Суть алгоритма поиска кластеров. Существует много алгоритмов для поиска кластеров. Следующим состоит. Разбить точки на группы, на кластеры. Так, чтобы точки внутри каждого из кластеров были как можно более-менее похожи друг на друга. А точки из разных кластеров были как можно более не похожи друг на друга. Это основная идея метода. Orange поддерживает несколько алгоритмов кластеризации. Но мы изучили только два. K-means и иерархический кластер. У каждого из этих методов, как обычно, есть преимущества и недостатки. И нету самого лучшего метода. Если бы, друзья, был самый лучший метод, мы бы изучили только его. И все. Зачем нам другие методы, если есть самые лучшие? Самого лучшего метода нет. Пример использования иерархического кластера вы видите тут. Мы считываем текстовые данные. Обрабатываем их, как мы учили на лекции номер 5. Высчитываем расстояние между объектами, между нашими наблюдениями. И строим, вызываем модуль иерархического кластеринга. Иерархический кластеринг возвращает нам данные в виде дендограммы, в виде такого дерева. И двигая здесь линию, вы выбираете, сколько кластеров вам нужно. Например, если мы проведем, сейчас секундочку, линию тут, где ручка. Если мы проведем линию тут, то у нас будет два кластера. Первый и второй. Если вы по каким-то причинам решите, что два кластера недостаточно, можно провести линию тут. И тогда у нас будет три кластера. Orange будет раскрашивать кластеры разными цветами для наглядности. Сколько кластеров выбрать, это тоже непростой вопрос. Универсального ответа нет. Зависит от области задачи, которую вы решаете. Зависит от интуиции, от примеров, которые у вас есть, от многих факторов. Выбор количества кластеров – это очень непростой вопрос. В домашний, в последний, который, может быть, вы уже начали делать, про новости, вы должны решить сами, сколько кластеров подходит для анализа новостей. И вы видите, это непростой вопрос. Мы решили задачу классификации сказок. Это сейчас мы не будем упоминать. Это менее важно. Недостатки иерархического кластеринга. Самый главный недостаток для вас и для нас, друзья, это сложность по времени. Она кубическая. Если вы увеличите количество данных в 10 раз, время работы увеличится 10 в кубе раз, в 1000 раз. То есть, если для маленьких данных алгоритм работает час, вы увеличите данные в 10 раз, алгоритм будет работать 1000 раз. Часов, друзья, это почти 50 дней. Может нам не подойти. Достоинство метода иерархического кластеринга, кластеризации. Вам не нужно заранее решать, сколько искать кластеров. Вы получаете дендограмму, дерево, двигаетесь по ней и решаете, сколько кластеров искать. Второй метод кластеризации, который мы изучили, k-means. Выбираем, сколько кластеров мы хотим. Тут distance не надо использовать модуль. И k-means возвращает нам кластеры. Выбрали три, получили три кластера. Для этих искусственных, простых данных k-means справился с задачей идеально. Но это были очень простые данные, они были двухмерные. Если вы не знаете, сколько кластеров искать, можно задать модуль k-means интервал от 2 до 8, или какой вам нужно. И он попытается подсказать вам, сколько кластеров оптимально. С помощью silhouette score мы получаем тут для каждого из возможного количества кластеров оценку. Как правило, чем выше оценка, тем лучше кластеризация. Кластеризация, поэтому можно ориентироваться на то число, которое мы видим. Но это, как сказать, это эвристическое правило. Они всегда верны. Опять же, в домашней работе про новости, может быть, вы еще будете ее делать, k-sillhouette score максимальный будет для двух кластеров. Но это недостаточно для той задачи, которая в домашней. Поэтому эта оценка нам помогает. Это какая-то помогательная индикация. Но это не теорема, не золотой правилы, которым нужно пользоваться всегда. Чем больше индекс silhouette, тем как бы лучше кластеризация в среднем. Но надо применять свое мнение, свое знание области, чтобы решить, сколько кластеров вам подходит. У k-means тоже есть недостатки. k-means стремится обнаруживать круглые или сферические, в большой размерности, кластеры. А мы не всегда хотим круглые кластеры. Например, в этой задаче у нас два кластера, они не круглые, они полукруглые. Это недостаток. k-means пытается найти кластеры такого размера, так что в каждом кластере было примерно плюс-минус похожее количество точек. И, например, вот для этой задачи кластеризации k-means не преуспеет. Он найдет вот такой, он решит вот такой, такой кластерик. И вы видите, это не то, что мы бы хотели. У k-means есть недостатки. Но k-means также есть и преимущество, это алгоритм достаточно быстрый. Быстрый тоже неплохо, иногда надо что-то быстрое. Есть такой модуль, который называется силуэт-плот. Он помогает нам находить точки, которые плохо лежат в своем кластере. Смотрите, после k-means можно присоединить этот модуль, добавить его к скатер-плот. И теперь мы получаем вот такой, на силуэт-плот мы получаем такую диаграмму из палочек вертикальных и горизонтальных. Смотрите, что мы видим. Каждая точка в наших данных получила палочку. Чем выше оценка у этой точки, чем длиннее палочка, тем лучше это наблюдение лежит в кластере. Вы видите, тут есть несколько точек, у которых оценка может быть или минимальная, или даже отрицательная. Те точки, у которых оценка очень маленькая или отрицательная, как правильно, это outliers, как правило, это выбросы. Это точки, которые очень плохо живут в своем кластере, очень плохо с ним соотносятся. Поэтому использую силуэт-плот, и тогда можно с легкостью обнаружить outliers. То есть это вспомогательные средства для поиска выбросов. Вот и все. То, что мы с вами делали на прошлом уроке, вкратце. Есть ли у вас по этому поводу вопросы? Если вопросов нет, можете делать так. Если есть, вы можете писать в чате или задать. Спасибо. Так, я вижу, пока вопросов нет. Хорошо, друзья, отлично. Давайте тогда продолжим. У нас сегодня ждет очень интересный материал, глубокие темы, обработка изображений. Это очень интересная область. Image processing. Нейронные сети. Это совершенно другая интересная область. Глубокие нейронные сети. И в итоге мы эти две области объединим в одну и научимся решать задачи из image processing, обработки изображений с помощью глубоких нейронных сетей. То есть это как бы очень большое. Сегодня будет много интересных вещей. Кто из вас установил image analytics? Вы вместе сейчас увидите. Кто-то попросил еще раз слайды скинуть. Давайте я скидываю слайды. Давайте посмотрим. Скажите, кто установил image processing и скачал фотографии, которые я дал? Я вижу Сергей. Кто-нибудь еще, друзья? Виктория, Анна, Светлана, Игорь. Отлично. Кто не установил, потом дома сделайте самостоятельное. Спасибо еще одно, Светлана. Это очень интересно. Так, давайте приступим. Продолжение следует...